О насилии и нарушении прав человека на оккупированном Донбассе рассказывает графический роман «Перекресток». Он основан на личных историях свидетелей российской агрессии. Активисты собирали их почти год, а художники сделали иллюстрации. Что из этого получилось, увидели наши журналисты. Владимир Щербаченко документирует преступления пророссийских боевиков на Донбассе. В процессе работы родилась идея рассказать о судьбах людей, оказавшихся в оккупации, нетрадиционно, с помощью комиксов. Он простой, текста там немного. Картинки, рисунки, очень доступная форма для тех, кто не читает какие-то толстые книжки, может быть, не всегда новости смотрит. А тут, в принципе, доступно и понятно. Роман состоит из девяти историй. Их рассказывают в поезде попутчики главной героини Мириам. Она едет на восток Украины, чтобы написать о войне. Евгения – врач по образованию, герой ее истории, медик-волонтер, преподаватель университета. Моя история рассказывает о человеке, добровольно согласившемся спасать человеческие жизни на передовой. История полностью не отображает реальный рассказ героя. Он художественно обработан редакторами, но вымысла там нет. Взглянуть на военный конфликт через ощущение людей, а не статистику – главная цель создателей романа «Перекресток». Они хотели избежать политизации и поверхностного восприятия войны. Те людей, которые я там встретила, у них вообще в медиах и в украинских, и в европейских, немецких вообще нет голоса. И у меня родилась такая идея, такой вопрос, как можно дать этим людям голос. Не понаслышке о преступлениях пророссийских наемников знает художник Сергей Захаров. Боевики так называемой ДНР удерживали его в плену. Работая над изданием, понял, что с помощью комиксов можно рассказать и о серьезных вещах. Сейчас в рисунках создает историю своего пребывания в застенках террористов. Этот вид искусства набирает обороты, и важно, наверное, подготовить сначала зрителя, читателя, рассказать немножко о том вообще, что это такое, а потом уже, ну, как бы, ознакомливать. Книга вышла на украинском и русском языках. В планах выпустить англо- и немецкоязычные издания. Так авторы хотят донести правду о войне на востоке Украины международной общественности. Александр Панченко, Руслан Белозеров, ЮЭТВ.